Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и выложили новую рулетку на GESOR 1008. Саму ПТшку мы заценим сегодня, посмотрим на ее характеристики, обязательно выкатим ее из ангара. Ну а что касается самой рулетки, ничего нового. Мы уже видели рулетку на премиумную машину, мы уже видели рулетку на всякого рода ресурсы. И все эти рулетки оказались не более чем попытки как можно больше голды сдаить станкистов. Короче говоря, ребят, я не рекомендую вам крутить данную рулетку. И как показала практика по предыдущим рулеткам, все ребята, которые писали комментарии под моими видео, их было очень большое количество, писали о том, что ровно как мне все выпадало в поочередности от самого дешманского и дальше на возвышение, так же выпадало и им. И в принципе ничего удивительного, потому что, ребят, для того, чтобы получить GESOR 1008, вам придется явно прокрутить практически всю данную рулетку и где-нибудь на третьей позиции с конца возможно появится GESOR, а скорее всего будет либо предпоследним, либо последним, потому что шанс выпадения 0,08. Это даже не 1%, это даже не 1 десятая процента, это еще меньше. Короче говоря, ребят, шансы, ну прям вообще никудышные, хотя сама ПТшка действительно стоящая. Итак, ПТшка прикольная, интересная, классная, рулетка остро не рекомендую тем ребятам, которые свою голду считать умеют и запасаются голдой, в первую очередь просматривая рекламные ролики. Итак, ребят, что собой представляет GESOR? Сейчас будем обсуждать, ну а для начала хотелось бы кое-что отметить. Первое, мне под одним из моих видео зритель написал по поводу того, что я попрошайка и прям прошу как попрошайка подписываться на канал. Нет, ребят, я не попрошайка, просто здесь ситуация такая очень сложная. Я стараюсь для вас и для меня будет очень приятным, если вы подпишетесь на канал. И если вы не доверяете тому, что видео действительно могут быть хорошими и качественными на канале, у которого не так уж и много подписчиков, то подпишитесь буквально на один месяц и за месяц, я больше чем уверен, я смогу убедить вас в обратном. Вы действительно будете смотреть качественный, интересный контент с абсолютно новым подходом. И ребят, я не из тех, которые будут показывать вам из одного видео в другое, постоянно одно и то же, сухое, пресное и безвкусное. Ребят, не то чтобы отписывайтесь от тех каналов, но подпишитесь на мой и через месяц вы сами примете решение, нужно ли вам смотреть вот этих вот полулысых, полубритых товарищей, которые из одного в другое видео перекатывают из пустого в порожник. Короче говоря, ребят, подписывайтесь, буду вам очень благодарен и я не попрошайка, я просто хочу развивать свой канал, ну а вы можете мне в этом помочь. Итак, G-SOR 1008, ПТшка экстраординарная и я попытаюсь сейчас объяснить почему. Смотрите, это сущий картон, вот прям совсем сущий картон, ничего интересного, рассматривать здесь нечего. Вот здесь вот броня 48 мм, где-то там 50 с чем-то, 56 вот встречается в начале верхнего бронелиста, да, или вот это вот в передней части верхнего бронелиста. Короче говоря, ребят, рассказывать по броне здесь просто, как говорится, не о чем. Но это в конце концов ПТшка и ожидать от нее там прям какой-то имбовой брони можно было бы, если бы это было что-то из серии ПТшек, серии АТ. Ну а здесь же, ребят, смысл машины абсолютно не в том, чтобы она была бронирована. Что касается сравнения с другими ПТшками, вот вам, пожалуйста, сравнительная таблица. Но честно говоря, эту сравнительную таблицу можно просто в помойку выбросить. И я не знаю, ребят, поймете вы меня или нет, не то чтобы я агитатором был, но сразу выключайте то видео, в котором обзорщик будет сравнивать данную машину с кем-либо из любых ПТшек на восьмом уровне. По одной простой причине, потому что G-SOR он один такой, и сравнивать его просто не с кем. У него два снаряда в магазине, это совсем другой геймплей. Единственная машина, которая типа хоть как-то можно было бы сунуть ее в сравнение, это Т-28 Defender с тремя снарядами в барабане. Но, ребят, это бронированная ПТшка, у которой борода, в принципе, там тянется шлейфом за ней метров 20. Ну, а что касается G-SOR, это, я бы сказал, новая ПТшка в игре, кардинально отличающаяся от всех остальных и по своему геймплею, и потому что она вам предлагает, и по ощущениям от того, как вы можете реализовать ее возможности в виде барабана. Короче говоря, ребят, вот этой вот таблицей, ну, не то чтобы подтираться можно было, просто остро не рекомендую сравнивать данную машину с кем-либо, потому что она, как я уже сказал, не похожа просто ни на кого. Короче говоря, ребят, давайте посмотрим орудие, а все остальное заценим в бою. Значит, смотрите, орудие действительно прикольное, действительно интересное. Два снаряда в магазине, два с половиной, простите, две с половиной секунды время перезарядки между снарядами и 350 единиц разовой альфы. Это действительно прикольно и интересно, потому что, по сути, после первого выстрела вы получаете возможность сделать еще один через две с половиной секунды, и таким образом за две с половиной секунды вы делаете 700 единиц альфы, и это приятно. Время перезарядки барабана тоже довольно-таки приятное, 14 с копеечкой секунд. Это не 18, не 20, как у многих барабанных машин на восьмом уровне. Короче говоря, действительно очень приятное время КД, и я это попытаюсь показать вам в бою. ДПМ заявленный, в принципе реализуемый, но все-таки сложновато, потому что она картонная, и есть у нее маленький нюанс, о котором поговорим еще в бою непосредственно, попытаюсь это тоже показать. Разброс довольно-таки божеский, и время сведения, я бы сказал, приближенное к божественному. Мне, честно говоря, что время сведения, что разброс очень сильно нравится на данной машине. Что касается пробития 248, свое оборудование я поставил на улучшение времени перезарядки, и решил выгадать себе 0.3 по времени перезарядки, чем улучшать себе пробитие. По одной простой причине, потому что играя даже с пробитием в 248, мне, ребят, хватает абсолютно. Да, порой нужно чуть-чуть лучше прицелиться, но в целом, с учетом точности орудия, это вполне себе реализуемая задача. Что касается увеличения уровня пробития до 260, то не столь принципиально, поэтому я решил все-таки остановить свой выбор, покатав на данной ПТшечке, именно на улучшении времени перезарядки. Что касается углов склонения, хотелось бы отметить, что заявленные цифры многих могут смущать. Вверх плюс 9, ну окей, мы не так уж и часто куда-нибудь там в небо стреляем, а вниз минус 8. Казалось бы, не так уж и бодренько, не так уж и интересненько, но что самое парадоксальное, что непосредственно в самом бою машина показывает себя очень-очень удобной в отношении углов склонения. Я играл на неровностях, и у меня не было в основном никаких с этим проблем. Да, безусловно, типа приходится порой с борта сворачиваться, да, там, то есть, ну, на борт закидывать башню, простите, поворачивать башню в сторону, и на борт закидывать пушку для того, чтобы, типа, ниже прицелиться. И многие скажут, что, блин, ты борта подставляешь. Ребят, с учетом уровня бронированности Джессора, ну, в принципе, по борту, что вы там подставляете? Вы можете подставлять, что, борт, вы можете подставлять себе, там, корму, вы можете подставлять себе морду, пофигу. Вот реально, ребят, просто пофигу, вас все равно будут пробивать. Поэтому попытки спрятаться за тем, чтобы не подставлять себе борта, ну, это, в принципе, я бы сказал, тщетное, тщетное абсолютно старание. Давайте начнем с подвижности. Подвижность у машины, я бы сказал, нормальная. Да, безусловно, хотелось бы чуть-чуть быстрее передвигаться, но, в целом, я не ощущаю себя прям вот совсем униженным и оскорбленным, когда еду на данной машине. Мне хватает времени, причем, что самое интересное, что, когда машина набирает свою максималку, то бодрый ход у нее вполне себе даже интересный. Порядка 50 километров из нее можно выжимать, и это, в принципе, нормально. Я вот вполне спокойненько, да, ребята уехали вперед, но смог плюс-минус догнать свою команду, и сейчас буду работать в виде танка поддержки. По-другому Джессора использовать остро не рекомендую. Это явно не танк прорыва, это танк именно поддержки. Вы должны стать где-нибудь сзади своих ребят-союзников, и пока они на себя отвлекают прицелы вражеской команды, вы должны стоять и точными своими выстрелами поддерживать своими 700 единицами урона, которые можете забросить с барабана. Ехать вперед, продавливать направление, это, в принципе, смерти подобно, потому что, как только вы начнете это делать, все прицелы ваших врагов, они будут сосредоточены именно на вашей туши. И попытки забрать будут практически со стороны каждого вашего соперника. Так, отъедь, пожалуйста, брат, ну, блин, класс, хорошо, супер, ну, дайте прицелиться, ё-моё. Ладно, поехали дальше. Говорил-говорил, что лучше не сближаться, но понимаю, что если я буду вот так вот держаться прям совсем сзади, то и ребятам не помогу, они сольются и сам ничего не настреляют. Ну, вот, две с половиной секунды и в товарище уже 700 единиц урона от нас занесено. В целом, довольно неплохо. Время перезарядки, как вы видите, довольно-таки нормальное. Смотрите, перезаряжается бодренько, много времени не прошло и у меня опять в барабане два снаряда. Я данную машинку получил бесплатно, ребят. Она выпала мне на новогодних вот этих вот приколах из шара и, честно говоря, поначалу я сначала очень сильно обрадовался тому, что мне выпала машинка, почему бы и нет, очень приятно, классно. Машина, которой у меня никогда не было. Потом я очень сильно расстроился, ребят, и скажу почему. Потому что выпала мне эта машинка не на основном аккаунте. Будь эта машинка у меня на основе, она была бы одной из любимых машин и я бы однозначно как можно чаще вытаскивал ее из ангара на покататься. Минусами данной машины являются следующие вопросы. Первый это время поворота башни. Скорость вращения башни, я бы сказал, очень неприятная. И отыгрывать, ну, больше дискомфортно, чем комфортно тогда, когда ЛТшки, СТшки где-то куда-то несутся, ну, а ты пытаешься этих товарищей поймать своим прицелом. Это первый дискомфорт. Второй дискомфорт заключается в том, что машинка очень хорошая, очень приятная в отыгрывании, но у нее крайне, крайне неприятное время полета снаряда. Вот с момента, как вы кинули снаряд и до момента, пока он донесется на дальнее расстояние, есть шанс того, что ваш соперник, он немножечко подвинется и, соответственно, ваш снаряд попадет или куда-нибудь в красную зону этого танчика, ну, или вообще не попадет под уши вашего соперника. Таким образом, получается, ребят, что плюсов у данной машины очень-очень много, но есть все-таки и какие-никакие минусы. Вот так приблизительно G-SOR отыгрывается постоянно. И мне, честно говоря, именно этим машинка и нравится. Я сейчас заеду в какой-нибудь бой, еще один случайный абсолютно, для того, чтобы показать вам, как данная машина отыгрывается на дальнем расстоянии и что такое ее УВНы. Возможно, это приведет к сливу боя, потому что я куда-нибудь в драку постараюсь не лезть, но в целом, ребят, мне важнее показать вам, что может машина, чем победить. Итак, 2411 единиц нанесенного урона, 3 сделанных фрага. Что касается фарма, ребят, давайте посмотрим. Вот фармик наш, да, и получается, что если бы, да кабы, как говорится, то было бы немножечко поинтереснее, повеселее. А так, в целом, ну, нормально, почему бы и нет, не знаю, мне, честно говоря, нравится. Вот реально играешь и получаешь удовольствие от тех результатов, которые у тебя есть. Что касается фарма по кредитам, то получается, с учетом прем-аккаунта, было бы 93 тысячи. И я считаю, что для восьмого уровня это довольно приятно, довольно-таки интересная цифра получается. Что касается коэффициента фарма по машине, то коэффициент фарма по машине у нас с вами составляет, простите, а, доходность не указана. Но я так понимаю, что где-то в районе 175 по ощущениям. Поэтому, ребят, возможно ли, возможно ли фармить на данной машине? Да, однозначно возможно. Почему нет? Вы отыграете, и, в принципе, нанося нормальный урон, получая нормальный результат, вы будете получать достойное количество серебра. Что касается результативности машины по команде, в целом, я занял первое место, с учетом того, что я находился где-то сзади. И что самое парадоксальное, что Джессор, он играется так практически постоянно. Да, бывают какие-то сливные бои, они бывают у всех, вопросов нет. Но, в целом, ребят, играется он бодренько, интересно, и, главное, он играется очень приятно и нестандартно. Вот если вы устали от обычных ПТ-шек с цикличными пушками, которые там наносят большой разовый урон, но имеют долгое время перезарядки. Или, наоборот, очень быстро перезаряжаются, при этом имеют низкий уровень альфы. Вот, ребят, эта машина, она включает в себя все, да, она включает картонность ПТ-шек, она включает в себя точность ПТ-шек, какими они и должны быть в игре. Потому что ПТ это танк поддержки, и вообще это возможность поснайперить для многих. И Джессор это действительно позволяет вам, единственное, что если вы научитесь, не то, чтобы вы научитесь, привыкнете, да, вот, рассчитывать на каком-то таком интуитивном уровне время полета вашего снаряда. Вот и, в принципе, все, что вам необходимо знать о Джессоре. Умейте кидать на упреждениям, заранее умейте предугадать, куда сейчас может дернуться соперник, ну и, в принципе, будет вам счастье. Я лично очень-очень счастлив, что Джессор есть у меня в ангаре, и в то же время, как я уже сказал, очень сильно грущу из-за того, что он есть у меня не на основном аккаунте. Так, ну давай подкатывайся Т-25-2. Пойдешь в прорыв? Нет, не пойдет в прорыв. Ладно, наш шанс уйти на перезарядку и поехать дальше. Попытаться поиграть, попытавшись показать углы склонения орудия. Так, поехали. Вот, смотрите, довольно-таки жесткая высокая горка. Стой, брат, ладно. Вот жесткая высокая горка. Поднимаюсь на нее, и смотрите, вот так не хватает. Поворачиваешься немножко, приподнявшись, и, в принципе, то есть, ну, отыгрывать плюс-минус можно. При этом, ребят, смотрите, в какой позе я стою, да, то есть у меня орудие находится максимально низко по отношению к верху башни. И, соответственно, у меня минимальное количество силуэта башенки сверху наблюдается врагом. Ну, и, в принципе, это довольно приятно. Точность орудия очень классная. Ты действительно получаешь удовольствие, на ней действительно можно снайперить. Как я уже говорил, единственное что, помните о том, что вам необходимо давать упреждение. Вот на таком вот большом расстоянии, допустим, для того, чтобы выцелить вот этого вот товарища, необходимо будет забрасывать с довольно-таки существенным упреждением. Так, а вот так, интересно, получится или нет? Первый раз так стреляю, играя на этой карте. Ну, давай, Сомоа. Сомоа, отошел он. Слишком низко. Ладно. Поехали дальше. Ход назад. Ребят, ход назад сейчас зацениваю абсолютно спонтанно. Вот серьезно. Про ход назад забыл вам изначально. Точнее, забыл о том, что надо будет сказать о нем. Вот так скажу. И сейчас, пользуясь возможностью, показываю. Действительно, ход назад не очень бодрый. Будьте к этому готовы. Потому что отыгрывать так, чтобы выкатиться, кинуть и закатиться назад, ну, надо будет немножко постараться. Так. Вот стрельба на дальнее расстояние. Чуть-чуть, чуть-чуть бы быстрее летел снаряд. И ощущение уверенности в том, что вы попадете туда, куда хотите, было бы гораздо, гораздо четче и гораздо приятней. Пока ощущение, когда бросаешь на дальнее расстояние, такое, что, блин, но вдруг сейчас все-таки он успеет немножко откатиться, и я в него не попаду. Даже без полного сведения орудие кидает очень классно, очень точно. И свои два снаряда за две с половиной секунды. Блин, как я подставился под СДА. Ладно, бог с ним. То, что хотел вам показать, я показал. Как я уже сказал, простите, отвлекся. Орудие отбрасывает за две с половиной секунды очень классно. Вы реально успеваете за эти две с половиной секунды и свестись нормально, и дозарядиться, и понять, куда будет противник ехать. То есть нет такого ощущения, что ты уже перезарядился, а сведение еще не закончилось. Или наоборот, сведение уже, и ты вот прям уже готов нажимать на кнопку выстрела, но ты все не можешь этого сделать, потому что орудие еще перезаряжается. Картон картонный, пробивают куда попало, как я уже говорил, пробивают и в башенку, пробивают и в силуэты во все. То есть, ну, вся туша ваша простреливается абсолютно полностью. Ладненько, досматриваем результаты боя, посмотрим по результатам фарма и по результативности по урону, ну и, соответственно, будем подбивать итоги. Итак, братцы-танкисты, давайте подбивать итоги. По результатам боя, что мы имеем? 2300 нанесенного урона, 2 уничтоженных соперника. Что касается результатов наших с вами трудов в виде полученного серебра, мы с вами имеем опять 98 тысяч серебром, если бы у нас был активирован прем-аккаунт. Но учтите, что здесь еще заложены бустеры кредитов, и это стоит тоже учитывать. Без бустеров кредитов было бы, да, согласен, меньше, но все равно достойная сумма за, в принципе, не слишком потливые и не поломанную спину, а обычные нормальные бои. Второе место в команде по урону. Это, ребят, с учетом того, что Джессор так отыгрывается постоянно. Вот как-то так получается. Давайте теперь будем подбивать итоги в отношении рулетки и в отношении Джессора. В отношении рулетки остро не рекомендую, это тупо слив голды, и вы не получите отсюда машину, пока не сольете сюда в районе где-то эндок 1016 золота. Ну вот прям к гадалке не ходи. И что самое парадоксальное, что даже если вдруг разрабы все-таки поменяли здесь проценты выпадения, и здесь действительно хаотично как-то все выпадает, то мне все равно не хочется рисковать и испытывать судьбу. Спасибо, мы это уже делали. Что же касается самого Джессора. Ребят, Джессор 1008 это реальная находка для тех игроков, которые ищут новых ощущений от серии танков ПТ. Вот серьезно, это кардинально отличающаяся от всех ПТшка. Если вам будут рассказывать по поводу того, что на ней сложно держать средний урон, по поводу того, что она не подходит, если вы там следите за своей статистикой и так далее. Ребят, выбор безусловно за вами. Но выбор очень простой. Удовлетворение и кайф от игры или погоня за цифрами в вашей статистике. Вот и все, в принципе, подведенные итоги, которые я могу сделать по Джессору 1008 в своем абсолютно честном обзоре. Если вы за честность, если вы за кардинально новые подходы к обозреванию танков и кардинально другие подходы и взгляды в отношении самой игры. Если вы устали от того, чтобы вас постоянно кормили инфой по поводу того, что вы должны потеть над своей статистикой, что вы должны что-то там уметь и обязательно знать на память, куда ехать и так далее. Ребят, подписывайтесь на мой канал, смотрите кардинально новые видео, которые будут доставлять удовольствие и которые можно смотреть на расслабольнее, не чувствуя себя ущербным. Подписывайтесь на канал, буду вам безумно благодарен. Возвращайтесь на мои видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok